Вечер в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Улучшится экологическая обстановка и исключится возможность загрязнения акватории реки Большой Зеленчук. Вести о ходе рекультивации свалки ТБО в Зеленчукской. В Карачаево-Черкесии продолжаются проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по предотвращению распространения COVID-19. Модернизация домов и дворцов культуры и улучшение системы культурно-досуговых учреждений. В Черкесии проходит форк-шоп с участием иностранных архитекторов. Делаем сами своими руками. В Черкесии закрылась выставка ДПИ, организованная Республиканским обществом слепых. От свалки, которая была в станице Зеленчукской еще в начале весны, уже сегодня практически не осталось и следа. По словам главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова, после завершения культивационных работ будет восстановлено порядка трех гектаров земель, подверженных негативному воздействию, и улучшит качество жизни почти 20 тысяч местных жителей. Таким образом, улучшится экологическая обстановка в районе и исключится возможность загрязнения акватории реки Большой Зеленчук. Рашид Тимрезов напомнил, что в Республике в рамках нацпроекта «Экология» реализуются еще два крупных проекта в сфере экологии. Завершаются работы по рекультивации хвостохранилища Урубского ГОКа и продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинково-рудника. Маски, тесты, социальная дистанция и QR-коды в Республике сохраняется особый режим, который предписывает соблюдение санитарно-эпидемиологических правил по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Чрезвычайную озабоченность властей вызывает выполнение правил индивидуальной безопасности на объектах торговли, общественного питания и в местах массового пребывания людей. Рейдовые мероприятия специальной комиссии, организованной администрацией поселения прошли в ауле Адельхалк Ногайского района. Ахмат Халкечев подробнее. Подобные рейдовые мероприятия в Адельхалке проводятся с периодичностью в две недели раз. Участники специальной административной комиссии прежде всего проверяют соблюдение масочного режима, социальной дистанции и наличие дезинфицирующих средств для работников и посетителей объектов торговли. Все торговые объекты уже осознанно подходят к этому вопросу и организовывают в своей работе предостережение всех этих мер и закупают средства защиты для того, чтобы у них было в наличии в магазинах. И они могли предоставить и покупателям, и продавцы имели возможность менять маски с периодичностью в два часа. Только совместно с нашей съемочной группой специальная комиссия администрации сельского поселения проверила шесть объектов, ведущих розничную торговлю продуктами и товарами широкого потребления. В селах у нас в основном много взрослых людей, пожилых. Каждый оберегает своих родных и близких. Конечно, одевают маски. Есть какие-то, которые говорят, мы только переболели, но тем не менее, никто в штыки не берет, все воспринимают, одевают маски. Если они без маски, то мы предоставляем им маски, чтобы они были в масках все. Каких-либо серьезных нарушений в ходе рейдов в мероприятии не было выявлено. Все обошлось парой предупреждений и то в отношении посетителей, которые нет-нет-то нарушали социальное дистанцирование и забывали вовремя одевать маски. В общественных местах, по крайней мере, все должны носить маски. Это безопасность в первую очередь. И каждый для себя должен знать, что он хотя бы должен носить маску для себя. И для окружающих тоже. Я как бы привита и все равно ношу маску. Примечательной особенностью 4-й волны в Ногайском районе стало то, что именно этот муниципалитет выбился в лидер по числу привитого населения. Вакцинировалось свыше 50%. Ахмат Халкечев, Роберт Джагутанов, Весть, Карачаево, Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 29 077 человек. Из них 25 206 выздоровели, 757 человек госпитализированы. Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Черкесску на одной из улиц города остановили 46-летнюю местную жительницу. У нее в ходе личного досмотра обнаружены изъяты полимерные свертки, внутри которых, со слов задержанной, находятся рецептурные лекарственные препараты, содержащие сильно действующие вещества. Подозреваемая также сообщила, что данные препараты предназначались для дистанционной продажи путем осуществления тайников-закладок. У женщины из тайников сотрудники полиции изъяли 23 полимерных свертков, которые направлены на исследование. По данному факту принимается процессуальное решение. Так называемые аптечные наркотики внесены в список сильнодействующих веществ в связи с частым их немедицинским употреблением. В результате передозировки достигается эффект, схожий с тем, который бывает после принятия наркотиков. Употребление подобных препаратов в немедицинских целях приводит к необратимым последствиям, нанося серьезный ущерб здоровью молодых людей, пристрастившихся к пагубному влечению под воздействием данных лекарств. Совершаются тяжкие, особо тяжкие преступления ДТП. Сотрудники МВД по Карачао-Черкесии проводят мероприятия по профилактике фальшивомонетничества. Полицейские рассказывают об отличительных признаках поддельных купюр, тем, чья деятельность напрямую связана с денежными расчетами. Поддельные денежные знаки, как правило, сбываются на предприятиях оптовой и розничной торговли в сфере услуг. Всем гражданам необходимо знать отличительные признаки поддельных купюр и порядок действий при их обнаружении. Сотрудники Управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД по Карачао-Черкесии проводят на объектах торговли профилактические мероприятия с целью предупреждения граждан о необходимости быть осторожными при осуществлении денежных операций. При выявлении попыток сбыта фальшивых денежных купюр необходимо вызвать полицию, постараться не наиболее подробно запомнить приметы сбычек, а также приметы лиц, возможно, участвующих с ним в преступлении, автотранспорт, на котором он передвигается, и незамедлительно сообщить эти данные с возможным маршрутом следования в дежурную часть правоохранительных органов. В целях пресечения совершения преступлений руководителям объектов торговли рекомендуется рассмотреть вопрос о приобретении аппарата проверки подлинности купюр, отвечающего всем техническим требованиям. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2, в горах местами минус 3, минус 8. Днём плюс 7, плюс 12. В горах местами плюс 2, плюс 7 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, минус 8. Днём плюс 8, плюс 10 градусов. Продолжаем выпуск. В эти дни в Черкесске проходит интенсивный воркшоп с участием российско-голландских архитекторов. Цель творческой мастерской – разработка инструментов модернизации системы домов и дворцов культуры и улучшения системы культурно-досуговых учреждений. Что же такое воркшоп и чему нас хотят научить заморские гости, узнавала Фатима Даурова. Слово «воркшоп» можно перевести как «мастерская» или «цех». Иначе, простыми словами, участники воркшопа получают знания на производстве под руководством наставников. Причём теоретическая часть закрепляется сразу же на практике. Специальные навыки для участия не требуются. За время прохождения, а это три полноценных дня с утра до вечера, участники проекта смогут освоить навыки формулировки существующих проблем, проведение анализа, оформление своего проекта и вербальной презентации. Каждый день будут проходить онлайн-лекции с лучшими специалистами в России из разных областей. Дарья Наугольнова, руководитель проекта «Идентичность в типовом», специально приехала из Нидерландов, чтобы поделиться опытом работы. Она преподаватель Амстердамской архитектурной академии, и ей есть, что предложить регионам страны. Наш проект длится уже около трёх лет. Мы занимаемся комплексной модернизацией системы КДУ по всей России. Мы реализовали несколько проектов. И примерно полгода назад мы выиграли президентский грант в коллаборации с Министерством культуры Карачаева Черкесской Республики на проведение вот такого исследования и разработки концепции какого-то некого универсального прототипа нового социокультурного центра, который, возможно, будет строиться в будущем. Работа над поиском новых форм дворцов культуры, чтобы они становились зоной не только культурной жизни, но и отдыха, новых знаний, местом проведения мероприятий для всех категорий населения, разных возрастных групп. Так сказать, открыть второе дыхание для дворцов и домов культуры республики – задача, стоящая над IT-специалистами, архитекторами, творческими предпринимателями, специалистами из системы культурно-досуговых учреждений, образованием и туризма в тандеме с российско-голландскими архитекторами. Участники нашего воркшопа – это не только специалисты из системы КДУ, но и креативные предприниматели, и студенты. То есть это, в принципе, жители города и жители республики вообще, которые нам, в принципе, расскажут, чего не хватает, чего не хватает в сфере досуга, чего не хватает в сфере образования, чего не хватает в сфере, например, дополнительного образования и так далее. То есть что нужно жителям Черкеска и жителям, например, сел, разных маленьких населенных пунктов республики, чтобы в республике в будущем развивалась креативная экономика. То есть что нужно, чтобы именно помогать человеческому потенциалу развиваться. По словам организаторов воркшопа, для жителей Карачаева-Черкесии это уникальный шанс стать частью международной команды и повлиять на развитие республики. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева-Черкесия. Сегодня день отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик. Цель Международного дня отказа от курения способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечения в борьбу против курения всех славев населения. Следует отметить, что при хорошей осведомленности о вреде табакокурения для здоровья немногие люди стремятся избавиться от наркотической зависимости. Либо человек не осознает всей тяжести и последствий употребления табака для своего здоровья, или считает, что болезнь его не коснется, либо привычка курить настолько сильна, что нет возможности от нее отказаться. Поэтому в рамках дня отказа от курения во многих странах активистами и представителями учреждений здравоохранения проводятся различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах от учения от курения. Делаем сами своими руками. Под таким названием составилось торжественное закрытие выставки декоративно-прикладного искусства, рукоделия народных помыслов и ремесел. Мероприятие организовано Карачаево-Черкесской Республиканской организацией Всероссийского общества слепых. Альбина Ламкова продолжит. На выставке представлены работы слабовидящих и незрячих людей, которые были созданы в течение последнего года. Ее открытие состоялось 20 октября, а сегодня уже проходит торжественное закрытие. Здесь участников ее награждают дипломами и различными призами. Призовой фонд для поощрения победителей выставки представлен Карачаево-Черкесской Республиканской организацией ВОЗ из средств предусмотренных государственных программ и неравнодушных людей из администрации магазина «Аромат». Одаренные, и которые хотят показать свое творчество, вот они выставили свои изделия, разнообразное прикладное искусство, как мы называем его. Вот они этим занимаются от души. Благодаря под программе номер 7 у нас, социальная поддержка, сопровождение инвалидов по зрению в Карачаево-Черкесе. Вот как-то совместными усилиями мы это мероприятие подводим. В кругу слабовитящих и незрячих людей много талантливых. Творчество помогает им жить, несмотря на наболевшие трудности. Примечательно, что люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению, ничем не уступая обычным зрячим, сумели продемонстрировать на выставке изделия разных жанров прикладного искусства. Около ста работ было представлено. Это вышивка, вязание, шитье и различные поделки. А для того, чтобы развить свой талант, многие умельцы прошли курсы в Центре реабилитации слепых ВОЗ города Волоколамска. Гайшата Мирокова прошла обучение с пользой, восстановив и здоровье. Школу закончила с отличием, эту Волоколамскую. Я с детства плохо вижу. Занятие творчеством меня омолаживает, общение. Слабовидящие и незрячие люди талантливы не только в прикладном искусстве. Они развиты всесторонне. Многие из них прекрасно поют. Демонстрация музыкальных талантов стала последней и самой приятной частью торжественного закрытия выставки. За синими туманами, загадочными странами, Я в незнакомой девочке себя вдруг узнаю. Альбина Ламкова, Расул Бердис, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Стенограмма судьбы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова